Доброго вечера, мы из Украины! Я приветствую вас на моём YouTube-канале в программе Дороговка с Контратака. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и, главное, оставляйте ваши комментарии, потому что именно они становятся частью моих будущих программ. У нас сегодня прекрасные новости с фронта. Я вам сейчас, безусловно, о них поведаю и что-то мне подсказывает, что таких новостей у нас будет теперь много, и я вам каждый вечер буду о них рассказывать. А началось всё с того, что украинские войска вернули из-под российской оккупации под свой контроль четыре населённых пункта вблизи Херсона. Операция украинских защитников началась ночью 29 августа с массированного обстрела российских позиций. Об этом сообщил CNN со ссылкой на украинский военный источник, который издание не называет из соображений безопасности. По словам собеседника, CNN главная цель ВСУ – деоккупация Херсона. Основное направление наступления ВСУ было на село Правдина. «Мы ударили по их пехоте из так называемых ДНР и ЛНР. Они бежали. За ними бежал и российский десант», сообщил источник CNN. Название освобождённых населённых пунктов – Новая Дмитровка, Архангельская, Томино-Балка и Правдина. ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Оперативное командование это подтвердило. Украинские военные прорвали первую линию обороны российских оккупационных войск в Херсонской области, и оккупанты отошли от занятых позиций. Украинские защитники пошли на прорыв под Херсоном. За город начались бои. Окупанты оставили свои позиции на первой линии обороны. При этом ВСУ практически отрезали войска РФ от сообщения с Крымом серии ударов по мостам. Ранее стало известно, что боевики 109-го полка, так называемый ДНР, отошли со своих позиций под Херсоном. Российские десантники, которые их прикрывали, также сбежали с поля боя, следуют из материала РБК Украина. Тут мне сразу же вспомнилось, что многолетняя пропаганда, голосившая, что полки бывают будто бы бессмертными, как-то не зашла до глубин сознания вот этого 109-го полка, и он решил не рисковать, потому что все равно считает себя, видимо, смертным. И вот не стал он приближать эту фатальную для себя развязку. Также телеграм-каналы сообщили о том, что Керченский мост вроде как работает только на выезд из Крыма. Это говорит о том, что оккупанты пытаются в срочном порядке перебросить технику оттуда. Уже чувствуют, что не удержать им оккупированный Крым. И вот же спасают теперь технику. Уж не знаю, дают ли возможность заодно и уехать наивным отдыхающим. Но я думаю, что о людях они думают в последнюю очередь. Сейчас пытаются пока что спасти, сколько могут этой самой техники. Перевозят они ее вглубь России. Но посмотрим, что они успеют. Тем временем командование Сил обороны Юга Украины довольно сдержанно отреагировало на новость о контрнаступлении. Представитель Наталья Гуменюк во время брифинга подчеркнула, Самое главное, что нужно знать, любая военная операция нуждается в тишине. Новость есть. Она всех вдохновила. Дальше нужно набраться терпения. После начала наступления вооруженных сил Украины на южном направлении нужно соблюдать режим информационной тишины и ждать результатов. Что ж, ждем с нетерпением. Всей душой желаем побед и успехов вооруженным силам Украины и переходим к другим новостям. Министра войны Российской Федерации Сергея Шойгу отстранили от российского руководства из-за проблем армии в войне против Украины. Теперь оперативные командиры докладывают президенту РФ Путину о ходе противостояния, сообщает разведка Британии, опираясь на сведения российских СМИ. Кроме того, в ведомстве сообщили, что, вероятно, российские офицеры и солдаты, которые имеют свой опыт войны, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс России в войне застопорился. Ну, я думаю, что те, кто помнит, о чем мы говорили в начале выпуска, могут сделать вывод о том, что он не просто застопорился. Застопорился-то он давно, а сейчас наблюдается, так сказать, обратное движение, то есть бег доброй воли, так называемой второй армии мира. Ну что ж, я полагаю, что министр войны Шойгу, столь отменно наладивший невиданную доселе коррупцию в своем министерстве, судя по всему, к войне готовился меньше всего. Мне даже порой кажется, что он о ней узнал последним. Теперь немного европейских новостей. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в итоге включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию. Об этом он заявил во время выступления в Карловом университете в Праге. Сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Шпигель. В речи о заглавленной «Европа – наше будущее» он сказал, «Мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы». В наши дни снова возникает вопрос, где будет проходить будущая разделительная линия между этой свободной Европой и неоимперской автократией, добавил он. Что ж, это очень похвальные мысли и слова от канцлера Шольца. Сотрудники Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ скорее всего уже прибыли в Киев. Вот что мы знаем из сообщения украинского МИДа. Олег Николенко, спикер МИДа, сообщает, что миссия МАГАТЭ должна отправиться на временно занятую российскими оккупантами Запорожскую АЭС в составе 14 международных экспертов. Напомню, что возглавляет миссию непосредственно генеральный директор организации «Рафаэль Гросси». И тут следует, наверное, процитировать Олега Николенко дальше. Николенко отметил, что миссия МАГАТЭ сфокусируется на таких задачах. «Физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов». Позиция Украины четкая. Окупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и ввоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушении всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности, провоцированию ядерного инцидента. Я, конечно, очень надеюсь на то, что, несмотря на разные сообщения в телеграм-каналах о том, что Россия якобы спорила с непосредственными участниками миссии, то есть пыталась помешать каким-то членам возможной делегации поехать на станцию, пыталась каким-то образом дозавуировать кого-то из желающих, собственно, приехать в составе миссии. Но, судя по всему, все-таки консенсус был какой-то найден. Во всяком случае, я очень надеюсь, что миссия действительно, как и планируется, вроде бы к среде окажется на Запорожской атомной электростанции. Я очень надеюсь на то, что миссия МАГАТЭ придет к единственному возможному выводу о том, что демилитаризация необходима как можно быстрее и, более того, сможет повлиять на российские оккупационные войска, ну, возможно, пореградив, в конце концов, санкциями против Росатома в том числе. Есть несколько подтверждений тому, что сотрудники Росатома являются соучастниками незаконной оккупации Запорожской атомной электростанции. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия должна немедленно демилитаризировать ЗАЭС, вывести свои войска, технику и сотрудников Росатома и вернуть контроль над станцией правительству Украины. Также напомню, что визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится 4 дня до субботы. И в конце нашего сегодняшнего выпуска я бы хотела процитировать слова президента Украины Владимира Зеленского, обращенные к оккупантам. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию, что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевской конвенции. Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. На этом у меня сегодня все. С вами была Мария Максакова. Разум до перемоги и слава Украине!